Всем привет! Сегодня я буду вышивать вот такую пчелку. Для начала мне нужны пяльцы, они у меня 9 сантиметров. Потом я уже на пяльце одела кусочек органзы и фатина. Вот так вместе, фатина вверх. Потом вот такая баночка нужна, металлизированная нить, нить мулине. Я ее делаю в две нитки, вышиваю ей. То есть я ее вдела в иголочку, две нити мулине и одну нить, металлизированная нить. Проволока у меня вот такая, 0,4 миллиметра. Ну и инструмент. Накручиваю, сейчас делаю две пары вот таких крылышек. Сейчас надо сформировать вот такие крылышки. Продолжение следует... так примерно чтобы они были одинаковые два вместе я на этом сейчас буду вышивать сразу четыре чтобы зря материал не тратить мы покажу на одну узелочек я не делаю хвостик зажимаю и рядом с проволокой начинаю прошивать хвостик также прошью так стежками рядышком с проволокой я пройду по всему крылышку по всему кругу я думаю понятно здесь у меня узелок уже образовался сейчас я его исправлю а а а а Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я пройдусь клеем по моему шитью. Затем еще лаком попозже. Вот это вы видно, ничего не будет потом, все высохнет. Вишние крылышки я вышила, жемчуг сваровский и бисер чешский. И металлизированная нить золотистая. Сейчас вот эти верхние крылышки буду вышивать. А вот такой лак есть с блесками. Я пройдусь клеем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Сейчас я буду набирать так же, как здесь. Только цвет другой. Две бисерины. Это десяточка чешский бисер. Потом жемчуг сваровский четверочка. Потом одна бисерина. Так. Жемчуг пятерочка. Одна бисерина. Четверка и две бисерины. Так. Теперь выравниваю. Здесь она у меня будет. И здесь закрепляю. И сейчас я пройдусь по всем бисеринам и бусинам с обратной стороны. Я те броши делала, которые у меня выставлены. Я делала так. Мне понравилось. Вот так. Здесь уже как хотите. Если кто так будет делать, как я. как хотите, закрепляйте. Поскольку захватите этих бусин, бисерин. Чуть-чуть среднюю захвачу. Вот и все. Они хорошо сидят. Вот. Сейчас я закреплю с обратной стороны нить и так же вышью второе крылышко. не знала, как вышить второе крылышко. Одинаковое не хотелось делать, так как я не люблю одинаковое делать. И остановилась я вот на таком варианте. как бы воздушную петельку сделаю, две бисерины чешские, десяточка, пайетка, четверка. И так через две буду чередовать. Вот так. Вот так. Вот так. Сейчас я вернусь. Вот так. Вот так. сейчас я верну назад. Как бы закреплю. и здесь ее заверну. назад и здесь ее закреплю. И сейчас прошью также металлизированной нитью, постараюсь чтобы получилось одинаково обыкновенным стежком. Пока вышиваю, хочу сказать, что я заказала крючок, осталось только купить тиски, чтобы зажимать эти пяльцы. И буду учиться крючком это все прошивать. Как научусь, обязательно покажу вам. Я думаю принцип понятен, что я сейчас делаю. Вообще на камеру сложновато все это делать, потому как руки вытянуты. Как бы принцип понятен, я сейчас постараюсь одинаково также все прошить. Теперь осталось только аккуратно это все вырезать. Вырезать я буду совсем рядом, рядом с нашей проволокой обшитой. Я ее специально склеила и лаком прошла, чтобы если случайно задеть, не повредить. И вот так вот аккуратненько я вырежу все крылышки. Пара крылышек у меня готова. Сейчас их убираем в сторону. Я вот этот рисунок перенесла на фетр. Фетр жесткий, тонкий. И вырезала, ну эту, которая самая верхняя будет заготовочка, я вырезала по рисунку. А эти просто вырезала так наугад. И сейчас я их пришью. Клеить я их не буду. Я уже говорила в видео, что мне не нравится клеить, потому что потом получается жестко шить. Сейчас я обыкновенными нитками пришью. Сначала эти две серединку тоже пришью, чтобы она держилась. А сверху маленькими стежками пришью вот эту. Белый вот этот я пришиваю толще, он 2 миллиметра фетр и мягкий. Вот такой объем получился мне. Сейчас я его покрашу. Вот акриловая краска по ткани. Некоторые пользуются другими красками, но масляными, но те долго сохнут. По три дня я, когда снеговик оделала, у меня три дня сох, снеговик. А это где-то через час, через два уже буду работать дальше с пчелкой. Краска высохла. Теперь я мононить 0,20 миллиметров, бисерной иголочкой обошью тельце наше. Жесткой канителью. 1,2 миллиметра она у меня. Она у меня слегка растянута. Так вот аккуратненько берем. Так вот растягиваем слегка. Шить старайтесь возле самой канители. Конители. Чтобы потом, когда будете обрезать фетр, не повредить нить. Так, стежками мелкими. Так, стежками мелкими. Подальше. Вот здесь такую выемку я специально оставила, потому что у меня вот такой кристаллик. Сейчас я его наклею сначала, на момент приклею, а затем пришью. Затем. 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 Затем тоже dedans. Затем. Сейчас я его раза три-четыре пришью. Вокруг этого кристаллика я сейчас прошью вот этот трунсал золото называется. Вокруг. 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 Можно маленько подтянуть и обязательно края надо закрепить. Вокруг. 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 5 бисерин достаточно еще раз пройдусь сильно к бисер и затем между бисером и глазками еще таким это у меня тронцал и Вот испортила. Видите, как он легко портится. Что-то пошло не так. Сейчас опередила. Вот я одну сторону прошила. Теперь надо, чтобы она одинаковая у меня получилась с другой стороны. Вот так вот она хорошо. Я все равно сейчас здесь соцеплю еще. Продолжение следует. Вот так. Сейчас я буду вышивать полоски. Обычно я... Вот видите, сколько у меня передо мной всякого богатства. Я уже в процессе смотрю, как мне понравится. Так, иголочка не эта. Закрепила. Вот у меня серединка отмечена. Начну я с серединки, с черного. И в самую серединку хочу, то есть десяточка чешский бисер. Три, четыре. В серединку хочу вставить жемчуг с вожорского. Это четверочка у меня. Да что ты не хочешь. Вечер уже темно. Ну да. Пять. С, два, три, четыре. Вот. дальше как в крылышках сейчас закреплю те бусины как в крылышках так серединка у меня есть сейчас я пущу какой-нибудь светлую канитель наверно это гладкая канитель так вот 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 это много дается убирать сейчас я с обоих сторон сделаю вот этим вот этим цветом наверно подвес делаю дальше опять темный возможно вот эту тканитель вставлю потом что-нибудь наверное бисер японский короче буду смотреть то принципе я думаю что принцип здесь понятен что я делаю здесь вот видите мне пришлось до середины делать потому как это бисерина бусина вернее больше бисера так сюда пустила я трунса вот этот черненький он потолще чем просто канитель как-то больше нравится сюда я тоже пущу него же так и обязательно когда с проволочкой работаете, обязательно закрепляйте с обратной стороны ниточку. Так, а сейчас я, наверное, пущу уже бисер золотистый, а в серединку также вставлю какую-нибудь красивую бусину вот из этих, из оконского. Вот эту красивую бусину будет блестеть. Сейчас я ее распределю, чтобы ровненько было, чем мне нравится вот так вот делать. Я это, в принципе, вот только когда броши делала, первый раз так шила, сначала набирала, а потом закрепляла, потому как в серединку легко выставить. Сейчас я их пропущу, по всему бисеру закреплю, снизу сделаю вот с этой стороны точно так же. Сейчас нам нашу пчелку надо очень аккуратно вырезать рядом с конетелью, где-то в миллиметре от нее, чтобы не повредить, как я уже говорила, нить, которую мы прошиваем. И чем мы аккуратнее вырежем, тем с обратной стороны она будет как бы правильно, чтобы форму имела. Здесь тоже надо не порезать, здесь струнсалом рядом я вырезаю. А здесь как бы главное на голове красивую форму придать, чтобы с обратной стороны она тоже красиво смотрелась. Смотрите, по-моему, у меня получилось неплохо. Вырезала ровненько. Я хочу сказать, что я ее сделала похудее. Вот это у меня такая большенькая получилась. И крылышки вот на этих пчел я проволоку наматывала вот на этот клей, а на эту я диаметр укажу потом. То есть это тоньше, видите, меньше. Так что и пчелка у меня получилась поменьше. Значит, осики я буду делать из черной жесткой конетели. Вот у меня пины с головкой. Здесь они на усики потоньше идут. По-моему, три сантиметра они у меня или два с половиной. Я укажу потом в описании. А на лапки вот эти вот, они у меня подлиннее и потолще. Отрезавая конитель где-то 1,4 сантиметра, миллиметра, 14 вернее, 1,4 сантиметра. Так. Ставить и круглокупцами загну. Вот так вот тусики такие у меня будут. А здесь на лапки я буду использовать чешский бисер десяточка. На передней я вот в этих пчелках 9 набирала. на вот эти вот две еще, на 4 по 10. То есть тоже набираем 9 бисерин. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9 бисерин я набрала, это у меня будут передние лапки. Лишнее я обрежу, примерно вот так вот я оставлю. И так же круглокупцами загну. Как я сказала, передние 9, а вот эти 4 по 10 бисерин. На картон я перевела нашу пчелку. И сейчас вырежу где-то в миллиметре меньше, чем перевела. в миллиметре двух. А так сейчас я ее вырежу. Получилось вот так. Теперь я буду пришивать крылышки. Сначала я их загну. Так. 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 Чтобы не были они. Вот так, чтобы не были они. пришивать по моему для меня самое сложное что не люблю делать на камеру сложновато но я так думаю что понятно как это делать второе крылышко я тоже маленько так вот его подогну что-то и оба крылышка и так пришью так они получились у меня крылышки здесь так пишет а сейчас я вот на этой пчелке предыдущий покажу вам пришью усики на картон ты отметила середину и вот так вот лапки передние у меня будет 9 бисерин эти 10 прошивать я буду обыкновенными нитками иголка сначала усики и ну что и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас картон приклею к нашей пчелке DimaTorzok У меня кусочек кожзаму прикладываю нашу пчелку и отмечаю застежку Сверху дырочку поменьше делаю Снизу побольше Все прекрасно Сейчас я приклею Сверху дырочку Хорошо приклеиваем и вырезаем Вот так вот ровненько с пчелочкой Надо аккуратненько вырезать Вот так у меня получилось Сейчас осталось только обшить края Отступаем где-то миллиметра два от края Проходим через все слои Вставляем хвостик сантиметров 7-6 В эту же дырочку вставляем оголочку Старайтесь не задеть канитель Набыль на вытащится Стягиваем Нанизываем на иголку бисерину Вставляем в эту же дырочку что-то продеваем бисерину снизу вверх слегка подтягиваем нанизываем бисерину на иголочку отступаем примерно миллиметра два от предыдущей дырочки проходим также через слои снизу вверх вот только хвостик этот надо чтобы он был возле первой бисерины подтягиваем вверх 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 Продолжение следует... И так по кругу прошиваем до конца. Осталось ножке форму придать. Лапки, не ножки. Вот и все. Посмотрите, какая получилась красавица. Вот если сравнить с теми, то она такая стройняшка получилась. Вот это как-то потолще. Вот такая крылышки подровнять. С обратной стороны все ровненько, красивенько. Ну вот и все, что я сегодня хотела вам показать. Вот такая ножки, лапки еще потом подровнять надо хорошо, чтобы она хорошо встала. Вот такая пчелка получилась. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На сегодня это все. Благодарю за внимание. Всего доброго.